Здравствуйте, мои необыкновенные! Здравствуйте, мои звёздочки! Здравствуйте, мои богини! Я счастлива видеть вас на своём канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Пришла тема с потока. Мужчина почему-то устал. На чём-то он хочет поставить точку. Давайте смотреть, что он планирует по поводу вас. Разберёмся с его мыслями, посмотрим, что происходит между вами, посмотрим его чувства, ну и естественно же планы. Важно вначале прописать имена вашей пары, либо же инициалы, либо же знаки зодиака в комментариях. Вы это делаете для того, чтобы наладить связь со Вселенной и с потока прослушивать информацию конкретно у вас и о вашей паре, потому как это общее освещение, а не личное. Конечно же, я вас благодарю за ваши сердечки, за ваши шикарные пожелания. Отдельная благодарность вам за вашу финансовую поддержку. На эти деньги куплены карты-свечи. Я занимаюсь благотворительностью, помогаю людям, животным и птицам. Поэтому, знаете, Вселенная вам вернёт в тысячи-тысячи раз больше. Кто помогает, поддерживает мой канал, знайте, что для вас я за кадром провожу практики очищения и защиты, называя ваши имена вслух. Как меня поблагодарить, либо же поздравить, либо же поддержать. В первом закреплённом комментарии есть ссылочка. Также приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочка там же, в первом закреплённом комментарии. У нас там очень интересная информация. Мы созваниваемся с вами в прямом эфире. Я отвечаю вам на ваши вопросы, раскрываю вам, как вы можете создавать свою реальность. Противопослания мужчины также в прямом эфире. Также очень много интересной информации, как менять себя, как менять своё мировоззрение. И сегодня мы будем рассматривать вопросы, которые задавали мои подписчицы VIP Тару Солнца. Это закрытый канал. Вы также можете подписаться на него. Пишите мне в личку, хочу VIP. Девчонки имеют такую шикарную, уникальную возможность задавать вопросы. И я в прямом эфире буду отвечать на них. Здесь и сейчас. А сейчас настройтесь на мужчину. Представьте его перед собой. Кто, знаете, как в сомнении, кто не может понять вообще о себе, о нашей паре, я слушаю. А действительно мне правильно отзывается информация. Жду вас на личное освещение. Мы можем провести и практику очищения, и защиты вас, и вашей пары. Если у кого-то детки, родные, знакомые, болеют благодаря формуле РУМа и авторской практике, мы можем наладить все аспекты вашей жизни. Как ознакомиться, узнать больше о моих практиках, пишите мне в личку Instagram, Facebook, TikTok. Я вам все расскажу для того, чтобы время эфира сейчас не занимается, для того, чтобы уже конкретно рассматривать вышепоставленные вопросы. Также спонсоры моего YouTube-канала первыми могут увидеть видео в прямом эфире, получать ответы на свои вопросы. Там у нас и марафоны будут проходить. И много информации о том, как менять свою реальность, получать от жизни все, чего вы хотите. Поэтому приглашаю вас стать спонсорами YouTube-канала. Как подписаться, как стать спонсором. Все в первом закрепленном комментарии. Вся информация. Пишите мне в личку, если возникают какие-то вопросы. Я хочу вначале познакомиться с вами. Посмотрим по сигнификации вообще, в каких энергиях мужчина сегодня пришел. Называйте его имя. Какой ты сегодня, дорогой, любимый. И идут такие слова с потока. Это вы на него так говорите. Горячий, страстный, нежный. Вот здесь такой вот супер-мега-микс. Какой ты сегодня? А я целый мир. Возможно, мужчина передвигается в перелетах, переездах. Либо же онлайн работа. Здесь у него связь есть вот будто бы с разными людьми. Причем эти люди могут жить на разных континентах. Владеть разным языком. У кого-то здесь мужчина говорит на нескольких языках. Передвигается, планирует очень много. Опять, да, у кого физическое передвижение, у кого онлайн общение. Возможно, работа связана. Либо же здесь мужчина много времени проводит в интернете. Очень круто сейчас зарабатывает. Либо же зарплату получил, премию получил. Не знаю, взятка девочки идет с потока. Это слово тоже не могу не озвучивать, потому как освещение общее. Я информацию всю озвучиваю так, которая идет с потока. Также, возможно, перевод получил. Вот, например, на карточку, да, онлайн перевод. Здесь не наличка, а конкретно приобретение. Также мужчина здесь у многих сделал какой-то заказ онлайн. Причем очень дорогостоящий. Ну, что-то приобрел. Возможно, часы, возможно, очки, возможно, машину. Ну, что-то такое есть. Ну, знаете как, он доволен, он на коне. Я не могу сказать, что он там последние копейки собрал для того, чтобы приобрести. Здесь идет также и рост духовной девочки. Здесь мы не будем конкретно привязываться к физике, потому что мое освещение очень глубокие. И здесь не обязательно будет это отображаться на таких вот жизненных элементарных аспектах. Здесь у мужчины и очень возможно, что рост произошел духовный, душевный. Здесь, если мужчина у вас, например, занимался йогой, медитациями, либо же какие-то курсы заканчивал по развитию себя, марафоны какие-то проходил. Вот идет с потока, девчонки. Вот тут какой-то прям сертификат, какую-то награду, какой-то документ. Вот что-то он получил о том, что он выполнил. Возможно, закончил какое-то определенное учебное заведение, повышение квалификации, да. Либо же грамота здесь идет, награда идет мужчине. Мужчина такой, знаете, страстный мужчина видеть себя в роли. И вот идет у нас такой вот красивый здесь король зверей. И здесь идет у нас скорпион. Возможно, к знаку зодиака, к году рождения. Либо же вообще мужчина, кстати, может бояться одного из вышеуказанных, да. Либо же насекомых. Ну, либо же боится действительно. Возможно, в детстве напугали его. Животное какое-то здесь идет. Боже мой, сколько информации, да, по двум картам. Обалдеть. Еще какой ты сегодня. Весь движение, весь передвижение, весь в работе, весь ясный, весь яркий, весь видный. Девочки, возможно, у мужчин какой-то тур. Либо же передвижение от точки А к точке Б для того, чтобы добиться желаемого. Здесь мужчина говорит о том, что это все благодаря женщине горячей, страстной, сексуальной. У нее есть, знаете как, волшебная палочка в руках. Все-таки у нас идет королева жезловая. Та, которая чувствует, знает. Та, которая получает информацию от вселенной. И, естественно, первая энергия идет ваша. Да, первая женская энергия, которая идет в освещении, так как я делаю его на пару. Это вы, девочки. Это вы ему даете силу. Смотрите, либо же энергетически, либо же после встречи с вами. Мужчина здесь, знаете, как волна удачи просто пошла. И сейчас, ну, здесь я могу сказать, что он вас благодарит. То есть он ценит, он понимает, он знает, что это благодаря вам. Вы можете сказать, я ничего не делала, да мы вообще с ним давно-давно не общаемся. Я вообще не знаю, что в его жизни происходит. Я только через мои освещения узнаю. А вы знаете, что одни только мысли, да, энергетический поток уже заряжает человека. И неважно, там, физически вы с ним общаетесь, говорите, не говорите. А тот посыл, то энергия ваша ясная. И посмотрите, у него здесь солнце, и у вас солнце. Вы очень сильные две личности. Вот, и посмотрите, еще подтверждение, да, здесь два короля зверей. Вроде бы такого не бывает. Вы очень сильная, вы очень властная, вы очень статная. Ну, например, в каких-либо аспектах своих жизней. А мужчина в других аспектах. То есть вы два лидера ко мне пришли. Два человека, которые, ну, как ясное солнышко, буквально зажигают этот мир, дают поддержку, дают, знаете, как солнышко, оно же может согреть, а может и спалить. Поэтому вас тоже лучше в нишний раз не нервировать. Потому что ваши обидчики, те, кто негативно каким-либо образом влияет на ваше пространство, на вашу ауру, просто сжигаются, девочки. Сжигаются. Причем вы можете даже особо ничего не делать, но ваша энергия испепеляет этих людей с вашего пространства. Давайте посмотрим, что между вами сейчас происходит. Что сейчас между вами? Судьбоносный период, могу сказать, после которого будут приняты решения. Этот период невозможно избежать, этот период невозможно, знаете, как обойти. Но что сейчас происходит, значимость ваша растет. Либо же в ваших глазах, либо же в глазах мужчины. И здесь он на сигнификации сразу мне показал вас. То есть он говорит «благодаря ей». Благодаря её, вот, идёт, девочки, от вас такая вот стабильная, надёжная энергия, и, знаете, вот на ту, которой можно положиться. Советы которой всегда по существу. Та, которая не будет лезть с этими советами к каждому встречному, поперечному. Но когда она говорит, её нужно в этот момент слушать и молчать. Потому что она не будет распыляться, она не будет свою энергию тратить на какой-то, знаете, так, лишь бы сказать, выхлоп в космос. Нет. Вы очень мудрая. И здесь, кстати, смотрите, девчонки, те, которые давали советы мужчины ранее, он ими воспользовался. И сейчас, ну я же говорю, он на волне удачи. Что сейчас между вами больше хочу раскрыть? Что между вами? Разбитое сердце, страдания, переживания. Но знаете, что самое хорошее, что меня радует? Что вы выходите с этого состояния разбитого сердца. То есть здесь Вселенная говорит, что тот период, когда ты страдала, когда ты переживала, не спала ночами, потому что он ушёл. Вот здесь идёт информация «он ушёл». Посмотрите, здесь две птички. Знаю, что вы очень любите, когда я вам показываю карты, делаю для вас любовью. Видите, одна сидит, смотрит вслед, а второй уходит. Причём второй у меня идёт мужской род. А это сидит с разбитым сердцем. Что сейчас? Сложно, тяжело. У меня сейчас мурашки просто по всем ногам идут. Это подтверждение информации, что мои слова истинно. Очень многие в эти моменты действительно могут сказать, что и слёзы на глазах, и сердце защемило. И действительно сложно даже слышать о той ситуации, в которой вы находитесь сейчас, о внутреннем вашем состоянии, когда сердце дрожит. Вот дрожит сердце до боли, до дрожи, смотря ему вслед, когда он ушёл. Но, девочки, почему я говорю, что мне нравятся эти карты? Потому что я вижу, что вы и по карте суд, и по карте нулевой аркан обнуляетесь. То есть вы выходите из этого состояния. Возможно, кто-то сейчас ещё находится в состоянии страдания, переживания, слёз разбитого сердца. И, возможно, вы задаёте вопрос, да когда-нибудь это закончится, да что-то между нами наладится. Возможно ли это? Здесь Сирена говорит, что будет обнуление. Обнуление вашей ситуации. А что сейчас, вот на данный момент, ещё хочу раскрыть. Что сейчас между вами? Ну что, мужчина, от которого вы ждёте слово, дело. Не просто слово, но и дело. Ну не делает и не говорит ничего, девочки. От слова совсем. Не знаю, вот быть хочется, жить не хочется. Он не делает ничего. Вот карты и разговора, карты действия не перекрываются. Карты десяткой мечей. Нет от него ничего сейчас. Что ещё между вами сейчас? Ну я вижу, девчонки, что вы вот очень классно, круто настроены. И вы говорите, что будет так, как я сказала. Будет так, как я сказала, и он возьмёт этот шанс. На что он возьмёт шанс? На что вы хотите, чтобы он взял шанс? Хочу познакомиться с вами. Мне важно узнать вашу пару для того, чтобы работать дальше в потоке. На что он возьмёт шанс? Так. На раскрытие чувств. На раскрытие чувств. На то, чтобы выйти из этих ограничений, из этой клетки. Не знаю. Здесь ещё какой-то есть третий фактор между вами. Он скажет мне о своих чувствах. Он раскроет мне свои чувства. И у вас, на что вы настроены? На то, что вы будете вместе, понимаете, рядышком. Что третий фактор уйдёт с вашей жизни. Что на ваши отношения больше никто не будет влиять. Вот, вот, вот. И вы в этом уверены. Очень круто. На самом деле это правильно. Потому что то, что вы отправляете во Вселенную, да, тот запрос, который вы делаете, смотрите, на дне колоды карта действий. Он это и будет делать. Я ещё не успела договорить, как уже смотрю. А мне Вселенная подтверждает, что именно благодаря, вот знаете, как вашей уверенности. И знаете как, несмотря ни на что. Несмотря ни на кого. Вот, очень советую, почему-то пришла с потока информации, не нужно делиться вот там с лучшими там какими-то там подругами, с друзьями, с родственниками. Я знаю, что всё будет. А вот эти люди вам не будут давать уверенности. Они, наоборот, вас будут заводить в заблуждение. Поэтому здесь, знаете как, несите свою уверенность. Вам не нужно никому доказывать ничего. Вот самое главное, вы должны это помнить. Вам не нужно ждать одобрения, рассказать подруге, чтобы она мне одобрила, значит, так и будет. Но извините, вы создаёте свою реальность, а не ваша подруга, которая там со своего видения, да, и вообще вряд ли. Почему-то идёт слово «вряд ли» с потока. Видит ли она ту реальность и знает ли она, как её создавать. А вы знаете, вы у меня крутые, вы у меня прокаченные, потому что вы со мной. Кстати, новички, да, гости моего канала. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы ежедневно получать уведомления о выходе моих новых освещений. Ну что же, вот такая вот сигнификация. Давайте тогда уже раскрывать вопрос, что он планирует делать. Прямо можете прописать в комментариях, здесь и сейчас, что ты планируешь делать, для того, чтобы информация формулировалась конкретно о вас и для вас. Что планируешь делать? Солнце ты моё ясное. Вот выходит солнце на дне колоды. Не знаю, солнце вы на него говорите. Ясное, ну какой-то такой яркий, горячий. Сегодня очень много солнца у нас. На нашем канале Тару Солнца у нас много солнца. Пришло солнце к нам такое яркое, ясное. Что планируешь делать? Твои мысли о моей богине. Что планируешь делать? Вернётся. Он к вам вернётся. Восьмёрка кубков – это карта ухода, но с перспективой возвращения. И по карте перерождения. То есть он планирует ситуацию между вами менять, возвращаться. Но изначально я говорила, что я видела по картам, что здесь есть выход, выход мужчины. И этим он вам разбил сердце. Кто-то вообще не общается, кто-то вообще не коммуницирует, кто-то вообще находится в блоке. А кому-то мужчина, знаете как, не рассказывает, не раскрывает, что же происходит на самом деле в его душе и в его сердце. Здесь мужчина планирует менять ситуацию между вами. Сейчас ещё в раздумьях, сразу могу сказать. И я не вижу у него чёткого плана. Я вижу у него варианты, которыми он планирует воспользоваться для того, чтобы поменять ситуацию между вами. Это может быть разговор, это может быть действие, это может быть в голове, знаете, прям прокручивать. Либо же предложения, фразы. А, лучше так не говорить, лучше ей всё-таки так сказать, либо же лучше это не предлагать. А всё-таки есть сказать. Это я сейчас с потока считываю прямо ход его мысли, потому как работаю не только как ясновидящая, торолог, но также как и яснослышащая, космоэнергет и парапсихолог. Что ты планируешь? Рассказывай нам о том, что более или менее хотя бы в твоей голове укладывается, на что ты всё-таки больше ориентируешься, потому что здесь минимум, как минимум, да, восемь разных идей, да. Сразу давай основную, самую такую, которую ты считаешь рабочим, да, девочки, идею, как ты будешь либо же сам возвращаться, либо же богиню свою возвращать. А меня только смотрят богини, самые лучшие благородные люди этой галактики. Что делать будешь? Девочки, так боится сейчас раскрывать эту информацию, почему-то считать, что я что-то тут подрежу, девочки. Что я тебе подрежу? Я тебе ничего не подрежу. Я тебе наоборот, милый мой, дорогу к твоей богине раскрываю, потому что, возможно, она сейчас думает о том, что ушёл ты навсегда, а я для тебя говорю, понимаете, у нас сейчас с ним идёт диалог, ну вот вы понимаете, что происходит? Я наоборот тебе дорогу открываю, чтобы ты мог озвучить, чтобы тебя вообще приняли. Хотя не факт. Ну давайте смотреть. Не сердись, не злись. Ну всё, готов, говори. Да уже всё, девочки. Вот почему-то ему нужно было услышать подтверждение, что вы его примете. Потому что, возможно, по двойке мечей вы сказали, что хватит, конец. Либо же не надеетесь на то, что он вообще что-то будет делать, на то, что он появится, на то, что он проявится в вашей жизни. А мужчина здесь по карте Жезловой, рыцарь Жезловой, такой страстный, горячий, который действительно, я сказал, я буду делать, несмотря ни на что, я не смотрю ни на какие препятствия, ни на какие ограничения, знаете, вот такой вот горячий, как он живчик, живчик. Такие вот у него энергии. Так, рассказывай. Живчик. По дьяволу, девочки. А он говорит, я не могу без тебя. А я не могу без тебя. Он говорит, меня же мышцы выкручивают, мне скулы зажимают, понимаете, при одной мысли о вас. И он говорит уже на протяжении длительного времени. Смотрите, здесь, возможно, мужчина пытался как-то переключиться. У кого на алкоголь, у кого на какие-то весёлые встречи, на встречи с друзьями, на какие-то поездки обезбашенные, которые ему 30 раз не надо были, для того, чтобы попытаться переключиться. А его, знаете как, чем дальше, тем больше тянет к вам. И чем больше времени проходит, когда вы не вместе, когда вы не общаетесь, тем больше он вас хочет, он вас желает. Он, знаете, в определенный момент говорит, я бы её схватил и не отпускал. Вот не отдаю её никому. Почему-то ещё есть не отдаю, не знаю, возможно, у вас есть какой-то третий фактор. Либо же мужчина понимает, что на протяжении длительного времени, пока вы не общались, но у вас уже могла сложиться какая-либо жизнь. И я вижу, что по карте тёмной он не в курсе. Не в курсе. Возможно, у него есть определённые догадки, либо сам себе напридумал, либо же знает, что возможно. У вас у меня миллионы, у каждого своя история. У кого-то мужчина знает, что у вас есть муж, либо какой-то воздыхатель. Но он говорит, я не знаю точно информацию, что с ней происходит, но то, что меня тянет к ней, и чем дальше, тем больше, чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что я жить без неё не могу. Вот я же говорю, на себе прям чувствую его энергию. Девчоночки, мои подписчицы, Виа Питару Солнце, имеют такую уникальную возможность задавать вопрос, который я рассматриваю, когда провожу освещение. Вот сейчас одна из моих подписчиц, Виа Питару Солнце, кстати, подписывайтесь на канал, очень уникальный канал, там через Квантовое Таро, я делаю послание мужчин, ежедневно раскрываю вам секреты, как вы можете прийти в себя, прийти в баланс. Там у нас и аффирмации, там у нас очень крутые практики, и на денежный прирост, и на здоровье, и на раскрытие своей женственности, сексуальности. Вопрос заключался, это пауза, либо же конец. Давайте так, чтобы четко, ясно, и по существу. Пауза, либо конец. Очень много мыслей в голове, негативных. Потому что мужчина не действует. Пауза, либо конец. Счастья не увидите. А ситуация изменится на 180 градусов. Сейчас очень подавленное состояние у вас, и многие даже были готовы услышать, что это конец. Представляете как? Либо же, знаете, как где-то на подсознании всё-таки было такое. А вдруг? А вдруг? А Вселенная, вот по карте мир, говорит, это полностью ситуация изменится на 180 градусов. Верно? Да. Мужчина, который не писал, мужчина, который страдал, слушайте, здесь прям признается, напишет, будете счастливы, вернётесь ко мне под это видео, напишите в комментариях, да я даже не могла ожидать, насколько сложная у нас ситуация была, и от него ни привета, ни ответа, ни слуху, ни духу, а он написал. Девчонки, это для вас будет знаком, что вы выходите с ним на новый уровень, который меняется на 180 градусов. По карте мир, конечно же, здесь возможно, заканчивается, когда один цикл и начинается другой цикл. Почему-то мне здесь идёт информация, что как-то он появится, проявится, не так, как вы ожидаете. То есть у вас есть определённое видение. Например, он мне напишет, он мне сделает звонок, или уже мы встретимся, и после этого что-то будет. А здесь будет вообще по-другому. А как будет? Вообще по-другому для вас, это сейчас тайна. Но сейчас не раскрывает вселенная, девчонки. Если вам интересно, мы можем конкретно уже тогда записать другое освещение. Возможно, на данный момент ещё мужчина не определился, всё-таки выпадает на эту карту сомнений, на эту карту, знаете, разных вариантов. То есть здесь пока мужчина ещё сам не принял решение, книга закрыта. Понимаете как? Этот вопрос ещё не может быть озвучен. Ну что же, тем не менее, ответ на вопрос вы получили. Следующий вопрос был помиримся мы или нет. Помиритесь вы или нет. Помиритесь. Хотя, знаете, так, каждый стоит на своём, каждый считает, что он прав. Я здесь вижу так. Вот каждый придерживается своей позиции и говорит, вот так, как я делаю, вот так правильно. Хочет идёт мириться. Мне здесь не показывают конкретно, кто к кому придёт мириться, но очень возможно, что либо же через друзей, либо же через знакомых, либо же в какой-то праздничный период времени идёт примирение вас, и вы здесь вместе, вы здесь парочка, обнимаете сердце к сердцу, душе к душе. Обожаю эту колоду, она такая чувственная, она такая глубокая, просто космос. Дальше был следующий вопрос, а будет ли третий фактор препятствия вообще в ваших отношениях? Для кого-то третий фактор это человек, для кого-то третий фактор это ситуация, либо же в стране, либо же расстояние, либо же религия, либо же возраст. У каждого он свой третий фактор, но тем не менее, давайте посмотрим, будет ли третий фактор препятствия в ваших отношениях. Нет, девочки, потому что победит любовь, потому что любовь всегда побеждает, потому что мужчина любит вас, и он здесь вообще, честно, я не вижу никакого третьего фактора, чтобы он его сильно напрягал, здесь у него в сердце вы, вот такая вот любимая. Ну что же, дальше давайте смотреть, я хочу посмотреть его мысли о вас, его мысли о вас. Очень много думает, очень много думает, голова говорит, говорит, что ты такой прямо зазаикался, маленький, зазаикался, девочки, что-то у него, либо же на другом языке говорит, либо же здесь мужчина действительно, когда нервничает, либо же, когда хочет быстро сказать, он может, либо же заикаться, либо же как-то слова зажевывать, либо же наоборот, повторять несколько раз одно и то же. Он как-то чувствует вас, девочки, чувствует вас, он говорит, что я хочу ещё больше знать о тебе, я хочу больше чувствовать тебя. Мужчина, очень возможно, что обращается, девочки, к человеку, который может ему больше информации раскрыть о вас, либо же сам занимается, либо же, если вы знаете, что он точно никому не может ходить и сам точно ничем не занимается, здесь мужчина может через сны получать информацию о вас, либо же, знаете, как прочитывать гороскоп, читать на себя и на вас гороскоп и сопоставлять вот так. Ещё мысли, мысли о моей богине. Да вся голова, говорит, в мыслях, пронизана буквально, где бы я ни был, чем бы я ни занимался, что бы я ни делал, основная такая вот, даже не леет мотив, здесь основная идея у мужчины в голове о вас. А о чём ты думаешь? Чего тебя так это напрягает? А вот как она растёт по карьерной лестнице, как она развивается, причём вы идёте вверх, он каким-либо образом может наблюдать за вами и видеть, что вы идёте вверх. Ну, возможно, круто подстриглись, возможно, выглядите намного лучше, чем когда вы были вместе, либо же, когда вы общались. Возможно, он может иметь такую возможность наблюдать за вашей работой, за вашим бизнесом, либо же, если у вас есть хобби, вы там выкладываете онлайн, например, свою работу, либо же, если вы музыкант, музыкальное произведение, либо же, если вы артистом в другой области, то также выкладывайте свои работы. Ну и плюс, я, конечно, здесь не удивляюсь, если он узнаёт о вас информацию через иные эзотерические источники, то он видит, что вы сейчас идёте вверх. Возможно, девчоночки себя, знаете, как перенастроили, и у вас очень круто получается, причём кто-то марафоны проводит, кто-то научился приходить во внутренний баланс, и причём это вам даёт силы, это вам даёт здоровье, это вам даёт желание продвигаться дальше, вот вверх, понимаете, как? А ты чего там? Так, вот ты чего? Ну, слушайте, а у него тут тоже всё круто, на самом деле. Но он почему-то боится признаться себе, знаете как? А в чём ты боишься себе признаться? Он говорит, у меня всё классно, у меня всё круто, у меня всё хорошо, как бы, я получаю даже больше, чем ожидал, но я боюсь себе в этом признаться. Что тут за странности у нас такие? Почему ты боишься сам себе признаться, что у тебя всё супер-мега-классно? А потому что всё благодаря ей. А ты что, сам для себя не признаёшь, что всё, что в твоей жизни круто происходит, это благодаря моей богине, которая смотрит это освещение? Нет, наоборот, девочки, он говорит, я знаю, что это всё благодаря ей. Но я не могу никому об этом рассказать. Знаете, когда есть очень сильная ментальная связь, встреча близнецовых пламён, когда одно сердце, одна душа на двоих, вот когда ты чувствуешь, просто когда человеку хорошо, когда плохо, когда он плачет, когда он смеётся, когда он болеет, а когда он наоборот счастлив. Вот у вас такая связь. Он говорит, я не могу никому об этом сказать, потому что такая уникальная связь, да она далеко не каждому. Поэтому мужчина держит это в себе, причём ему очень сложно, ему очень тяжело держать это в себе. А почему тебе тяжело держать это в себе? Почему? Это меня испепеляет. Я горю изнутри буквально, потому что хочется рассказать. А что, тебе некому рассказать? Не-а, некому. Никому никто не поймёт, он говорит, я даже не собираюсь этого делать, даже не планирую никому рассказывать, потому что такая уникальная связь, которая есть между нами, она только наша. И ты не можешь никому вот земным языком, земными словами, мирскими передать, да? Как ты чувствуешь, как ты знаешь? Человек может находиться на другом континенте, в другой стране, а ты знаешь, что он проснулся, и у него сердце плачет, а у тебя сердце болит в этот момент. Вот так вот он говорит. Давайте посмотрим, какое послание он хочет вам передать сейчас. Послание. Ты мой мир. Ты мой мир. Ты моя Вселенная. Я вижу с тобой будущее. И только с тобой. Поэтому, если здесь есть вопросы у кого-то по поводу третьего фактора, другого человека, другой ситуации, да нет. Вы находитесь на вершине этого мира. И благодаря вам он видит будущее своё, но видит будущее только с вами. Ну что же, принимайте. Не забудьте поставить сердечко для того, чтобы самое светлое, лучшее, доброе, светлое вошло в вашу жизнь. Смотрите, два раза светлое. Благодарю вас за вашу финансовую поддержку. Буду счастлива вас видеть в виде спонсоров. Буду счастлива вас видеть на моём закрытом VIP-теру-солнце канале. Также желаю вам только всего самого наилучшего. И могу сказать так, что те, кто верит, те, кто слышит меня душой, будут счастливы, любимы и богаты. Так сказала Вселенная. До встречи! Во благо!